О событиях понедельника 30 января расскажем в ближайшие минуты. В эфире первого городского служба новостей город. В студии Кирилл Попов. Здравствуйте. И вот что вы увидите сегодня. Бесконечные очереди, дорогие лекарства, неразбериха с анализами и карточками, а также циничное отношение к юным пациентам. В Калининграде прошла встреча горожан с педиатрами и медиками детских поликлиник, на что жалуются возмущенные родители. В феврале плюс 2 и речь не о погоде. Стоимость билета на проезд в городских автобусах повысится до 20 рублей. С криками и слезами на глазах жильцы скандально известной Калининградской Пизанской башни на Московском проспекте встретились с Антоном Алихановым. Какова дальнейшая судьба здания? Игры вне закона. На улице Ольштинской обнаружили подпольное казино. В помещении находилось 35 букмекерских аппаратов. 500 дней до начала исторического спортивного события. В городе запустили часы обратного отчета до чемпионата мира по футболу. И к главной теме. Бесконечные очереди, дорогие лекарства, неразбериха с анализами и карточками, а также циничное отношение к юным пациентам. В Калининграде прошла встреча горожан с педиатрами и медиками детских поликлиник и больниц. На мероприятии родители смогли высказать свои претензии докторам и представителям Минздрава. А те в свою очередь объяснить, почему сложилась та или иная ситуация. Какие проблемы существуют в детской медицине региона и что происходит со здравоохранением в целом, узнавал мой коллега Марк Шкода. Партнер темы дня – медицинский центр для взрослых и детей «Медпрофи». У меня у ребенка тут все знают, те, которые в курсе его событий. То есть мне срочно надо было. В таком взволнованном состоянии на встрече с калининградскими врачами был далеко не один родитель. По признанию собравшихся калининградцев, претензий к медикам накопилось немало. А последней каплей стал случай Миши Мальцева, который приехал в Калининград на каникулы из Санкт-Петербурга. Лифт в подъезде сломался, а местный педиатр отказалась подниматься в квартиру на седьмой этаж и осматривала больного ребенка прямо в холодном подъезде. Мать двоих детей и инициатор встречи с врачами Елена Зеленина признается – тоже не раз сталкивалась с такой подъездной медициной. В последний раз, когда участковый педиатр центрального района пришла к ее ребенку после серьезной операции. Не сняла обувь, прошла, не помыла руки или не обработала экспертовым раствором. Полезла ребенку в рот, я сделала замечание. Говорю, пожалуйста, руки грязные, не надо, у ребенка неизвестно, какая реакция сейчас идет. Дальше я принесла собственную ложку или вилку, которой не воспользовались, не посмотрели. Ребенка мне не прослушали, делали вид, что у меня в комнате нет, смотрели в окно, смотрели по сторонам, но только не на меня. Елена добавляет, на просьбу рассказать о результатах анализа врач просто посоветовала пить антибиотики и ушла. Как признается Калининградка, поведение наших медиков выглядит особенно безразличным на фоне коллег из Москвы, куда ей приходится ездить с ребенком на лечение. Когда я нахожусь в Москве, поверьте, поток больше, дети тяжелее, но отношения, они как-то на все успевают. У нас доходило до того, что в Москве они приходят в костюмах с мультяшными героями, прежде чем взять кровь, они полчаса отвлекают, потому что это стресс, дети болеют, и каждый раз брать кровь, сами понимаете, это большой стресс психологический. Здесь отношения, то ли город маленький, то ли имени занимаются, то ли какие-то свои у них, может быть, циничные взгляды на это, я не понимаю. На встречу с медиками смогли приехать далеко не все родители, возможно, как раз из-за своих больных детей. За многих из них слово держал руководитель благотворительного центра «Верю в чудо» Софья Лагутинская. Ей возмущенные калининградцы присылали свои претензии и вопросы в режиме онлайн. Когда родители вызывают врача через регистратуру с температурой от 38,5 выше, то в основном ответы слышат такие, они могли бы вы сами приехать к нам, у вас же не критическая ситуация, врач на вызовы не ходит, что же вы нам звоните, вызывайте скорую. Вот примерно такие ответы. В ответ на это от врачей прозвучало предложение наказывать горожан за ложный вызов врача на дом. А тем временем, по словам родителей, иногда участковые педиатры вообще не приезжают к больному, особенно в дачные сообщества. Такая проблема существует, например, в Гурьевском районе. Еще в списке претензий неразбериха с амбулаторными карточками, потеря анализов, платные лекарства и многое другое. Жалоб столько, что в рамки новостного сюжета уместить невозможно. В какой-то момент даже в Рио министра здравоохранения не выдерживает и вскакивает с места, чтобы помочь коллегам ответить на многочисленные претензии. Рядок работы регистратуры на вашем сайте в поликлинике вашей. Целый блок проблем касается новорожденных детей. По словам родителей, к малышам не едут патронажные медсестры и педиатры. Хотя медики обязаны осуществлять бесплатное наблюдение за младенцами в течение первых недель жизни по фактическому месту проживания. Как говорят врачи, такое происходит из-за того, что многие дети находятся не по месту прописки родителей. Людмила Сеглаева заявляет, этим вопросом в Минздраве планируют заняться уже в ближайшее время. Суточный мониторинг, получение информации от родильных домов по выписанным новорожденным. И отметку мы будем видеть в барсе, как участковая служба. В течение установленного в рейке выполнен патронаж. При этом, как отмечают сами медики, причиной многих проблем является банальная нехватка кадров. Например, в детской поликлинике номер один на набережной Адмирала Трибуце приписано 20 тысяч детей. Но вместо необходимых 25 участковых педиатров здесь работает только 12. С такими нагрузками способны справляться далеко не все. Например, двое приглашенных врачей из Омска через некоторое время вернулись домой, отказавшись от служебных квартир в нашем городе. Медицинский специалист Общероссийского народного фронта Татьяна Задоркина уверяет, несмотря на такой неудачный опыт, врачей из Большой России надо приглашать обязательно. А главное – следить за карьерным ростом воспитанников Калининградского мединститута. Мы должны выращивать своих врачей, выращивать, так условно говоря, да, у нас есть мединститут, и мы должны следить за тем, чтобы люди шли работать в государственные учреждения здравоохранения, выпускники, чтобы они были хорошо подготовлены, как и на уровне института, так и на уровне ординатуры, которые они потом проходят. Мы должны следить за тем, чтобы у врачей была достойная зарплата, чтобы люди ни в коем случае не уходили из профессии, оставались с ней, набирали опыта, и, ну, фактически работали до пенсии и даже больше. А тем временем, по данным Роспотребнадзора, эпидемия гриппа и ОРВИ в Калининграде пошла на спад. Возможно, с меньшим количеством пациентов детские врачи будут справляться лучше. Водители, до следующей вспышки заболеваемости в областном Минздраве уже произойдут положительные изменения. Марк Шкода, Михаил Альбаум, Екатерина Кальниченко, Служба новостей город. Партнер темы дня – медицинский центр для взрослых и детей «Медпрофи». Тем временем, литовский депутат предложил отобрать у России Калининградскую область. Громкое заявление сделал бывший пресс-секретарь президента Литвы, а ныне член Сейма Линас Бальсис. По мнению чиновника, время Калининграда закончилось, а Евросоюз или Литва должны заняться отделением российского эксклава. В Российском Совете Федерации заявление назвали безответственным. Далее к другим новостям короткой строкой. Партнер рубрики «Короткой строкой» сеть аптек в Калининграде – бюджетная аптека. Во вторник, 31 января, закончится акция «Заплати сэконом», во время которой должникам по оплате горячей воды и отопления не насчитывались пени. Задать вопросы по оплате можно по телефону 667-106 или по адресу улица Нарвская, 58. 1 февраля к долгам за отопление прибавят штраф. Активисты из общественной организации «Христианское государство Святая Русь» перегрозили кинотеатром радикальнейшими методами борьбы с показами фильма «Матильда». Историческую драму Алексея Учителя авторы письма назвали большой ложью, а съемочную группу – ненавистниками России, церкви и русского народа. Фильм об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выходит на экраны 25 октября. С этого года страховые компании, работающие в системе ОМС, будут напоминать населению о плановых профосмотрах. Сообщать будут по СМС и по телефону устно. Страховщики расскажут, где и в какое время можно проверить здоровье. В 2018 году девятиклассники будут сдавать обязательный экзамен по устной речи. В этом году испытания протестируют в нескольких регионах, а через год по всей стране. Цель экзамена – проверить способность школьников, объяснять свои мысли и красиво разговаривать на родном языке. Регионы для нового экзамена еще не выбрали. Партнер рубрики «Короткой строкой. Сеть аптек в Калининграде. Бюджетная аптека». В минувшие выходные в гостевом доме «Усадьба» прошел свадебный фестиваль. 70 лучших специалистов в этой индустрии показали, на что способны. При этом более 100 влюбленных пар смогли оценить работы и выбрать понравившиеся на свое торжество. В будущем муж и жена Юрий и Ольга пришли на этот фестиваль в ознакомительных целях. Ребята планируют пожениться 22 сентября. И по их словам, чтобы торжество прошло на ура, готовиться следует заранее. Мы уже до этого планировали несколько вариантов по флористике. Просто хотели сегодня встретиться лично с флористом, потому что можно очень много времени потратить для встречи с каждым по отдельности. А сегодня собрались все, и можно встретить за один день всех и каждого, и провести довольно удачное время и пользу. И действительно, пользы влюбленные получили немало. А за это время им удалось выбрать себе на свадьбу ресторан ведущего и флориста. На этом мероприятии собран максимальный спектр свадебных услуг, поэтому здесь за короткое время они получают максимум информации и не растянута, а в очень емком объеме, и это очень удобно. Помимо живого общения со свадебными специалистами, влюбленные пары могли видеть их работы. Флористы, фотографы, музыканты, танцоры – это далеко не полный список. Особое внимание участников фестиваля привлекли интерактивные химические опыты. и волшебное рисование песков. Такое мероприятие проходит в Калининграде уже во второй раз. В прошлом году, благодаря организаторам детскому центру «Верю в чудо» было собрано около 25 тысяч рублей на благотворительность. Этот раз не исключение. Это первый спадебный фестиваль под версией 2.0. Это благотворительная акция. В этом году мы делаем ее для детского дома «Надежда». Здесь собраны, можно сказать, лучшие специалисты нашего города. То есть фестиваль подразумевает собой такую некую сборку, как пазл. Мы собираем где-то зону регистрации, где-то фото-зона. В общем, очень много всяких интересных зон, специалистов. Гости фестиваля поучаствовали в благотворительной акции. Организаторы устроили игру наподобие свадебного гадания на мальчика-девочку. Только собранные 10 тысяч рублей направили детскому дому «Надежда». Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. Не справилась с управлением и вылетела в кювет. Накануне на автодороге «Гвардейск-Госграница» в ДТП попала 23-летняя калининградка. Как сообщают очевидцы, девушка находилась за рулем иномарки. В итоге с серьезными травмами ее пришлось госпитализировать. Автоинспекторы проводят проверку. О других происшествиях города и области за минувшие сутки расскажем далее. Спонсор рубрики «Место происшествия» агентство недвижимости «Авалон». Еще одно ДТП в минувшие выходные произошло на перекрестке Большой окружной и Аллеи Смелых. По предварительным данным иномарки врезались друг в друга на большой скорости. Но на этот раз, к счастью, обошлось без пострадавших. Точные причины аварии уточняются. А эти два автомобиля столкнулись на улице Батальной и также обошлось без жертв. По рассказам очевидцев, Субару двигалась по главной дороге, в то время как Тойота выезжала со двора. Палатка однозначно закрывает обзор, но правила дорожного движения никто не отменял. Пишут в комментариях под видео. ГИБДД проводит проверку. Игры вне закона на улице Ольшстонской обнаружили подпольное казино. Как стало известно позже об игровых автоматах, полицию заявил местный житель. В конце концов, в указанном им помещении оперативники обнаружили сразу 35 букмекерских аппаратов. Также в зале на тот момент находилось трое человек. 19-летний охранник, 23-летний кассир и 26-летний администратор. Полиция выясняет подробности. Оперативники задержали 47-летнего жителя Гвардейска в ходе личного досмотра. У мужчины обнаружили сверток с сильнодействующим наркотиком. В итоге запрещенное вещество, им оказался карфентанил, изъяли, возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до 10 лет тюрьмы. К слову, ранее он уже был судим за аналогичное нарушение закона. Светлана Федорова, служба новостей «Город». Спонсор рубрики «Место происшествия» – агентство недвижимости «Авалон». А сейчас в нашем эфире постоянная рубрика «Бизнес-новости». Самая актуальная информация из мира экономики и финансов у моей коллеги Анастасии Кочневой. Партнер рубрики «Бизнес-новости» – компания «Мясо тут». Здравствуйте! По традиции начнем с мировой новости. «Фольксваген» лишил «Тойоты» звания крупнейшего продавца автомобилей. После четырех лет лидерства «Тойота» сдала свои позиции. «Фольксваген» за прошлый год продал на 100 тысяч машин больше и тем самым вырвался вперед. Смена лидера объясняется тем, что японская компания сократила продажи в США, а немецкий бренд сумел нарастить их в Китае. Тем временем в России Петр Порошенко закрывает свои шоколадные фабрики. Любители конфет «Сумасшедшая пчелка» скоро не смогут купить это лакомство, как и другую продукцию фирмы «Рошен». Липецкий завод, много лет проработавший в России, консервирует свою деятельность. Полная остановка производства запланирована на апрель. Сам Порошенко объясняет причину закрытия из-за экономических и политических соображений. Также в России зафиксировали дефицит ингредиентов для кормов «Пискос» и «Педигри». Об этом в своем интервью сообщает президент компании-производителя Валерий Щапов. По его словам, местные сельхозпроизводители увидели большой экспортный потенциал своей продукции и в связи с этим сокращают продажи в России. При этом 85% ингредиентов закупается на территории нашей страны. И к калининградским новостям. Антон Алиханов привлекает немецких инвесторов в нашу область. Глава региона в ходе двухдневного визита встретился с немецкими бизнесменами. На эту встречу собралось около 60 предпринимателей. В ходе дальнейших переговоров обсуждалась поддержка малого бизнеса и перспектива развития бизнес-проектов в сфере экологии. В частности, обсуждались проекты строительства мусоросжигающего завода и порта в Пионерском. По итогам встречи удалось заинтересовать двух немецких инвесторов. Автотор на 2% увеличил производство машин. Сообщается, что за 2016 год было выпущено более 100 тысяч автомобилей. Наибольшую долю в объеме производства заняли Kia, Hyundai и BMW. Автотор начал производство 11 новых и обновленных моделей. А в 2017-м автозавод начнет производство нескольких новых моделей всех брендов. По предварительным оценкам, рост производства должен составить не менее 5%. На этом сегодня все. Будьте в курсе бизнес-новостей вместе с первым городским телеканалом. Меня зовут Анастасия Кочнева. Всего доброго, до свидания. Партнер рубрики «Бизнес-новости» – компания «Мясо тут». А теперь пришло время и вам поделиться своими хорошими новостями. Партнер рубрики «Хорошие новости» – компания «Кёнигдорс». Гипс сняли. На выходных я ездила на море. Холодно было, но все равно свежим воздухом подышала. Поэтому все хорошо. Хорошая погода, зима хорошая, снегом нас радует. Я в командировке. Люблю ваш город. Все круто. У меня удачно закончился суд. У меня день рождения в субботу. И отмечать я буду с любимым мужем, с мамой, с дочкой моей маленькой. Вот это моя хорошая новость. Муж приехал из командировки, завтра едет в Светлопорск. Партнер рубрики «Хорошие новости» – компания «Кёнигдорс». Центробанк установил курсы валют на вторник. Как изменилась стоимость доллара и евро, узнаем далее. Спонсор рубрики «Курсы валют» – компания «Тараокна». Официальный партнер «Рихау». Курсы валют на 31 января. Доллар США – 60 рублей 16 копеек. Евро – 64 рубля 43 копейки. Польский злотый – 14 рублей 86 копеек. Спонсор рубрики «Курсы валют» – компания «Тараокна». Официальный партнер «Рихау». Если вы стали свидетелем какого-либо интересного события, даже успели снять его на камеру своего мобильного телефона, звоните к нам в редакцию по номеру 555-085. А на этом наш выпуск подходит к концу. Это были наиболее интересные новости, о которых мы успели рассказать к этому часу. В студии для вас работал Кирилл Попов. Всего доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова